Приветствую вас! Давайте подумаем на секундочку о том, что произошло тогда. Вот самый первый раз, когда он проявил себя так. Ну, я имею ввиду, проявил себя как тиран. О чём мы ещё с вами поговорим? Если вы впервые оказались перед тираном и, в общем-то, повели себя так, как будто это норма, или так, как будто это можно простить, например, или так, как будто с этим можно жить, например, то получается, что подобное поведение и подобное отношение, подобная позиция, а мы говорим о позиции именно жертвы из треугольника Карпмана, вот, то подобная позиция жертвы для вас чем-то приятна. Она для вас чем-то, ну, приемлема. Она вам нужна. И, если мы говорим о позиции жертвы и о том, что вы её выбрали, то это, вероятно, идёт из детства. То есть, именно так вы вели себя со своими родителями, которые, скорее всего, были чем-то похожи на этого мужчину. Ну, либо по своему поведению, либо по своим каким-то взглядам. И вы пытаетесь добиться от мужчины любви, вы пытаетесь добиться от мужчины внимания именно так. Через слён, через жертвенность, через истерику, через плач. Понимаете? И вам нужно самой увидеть, как и что вы получаете от этого. Это раз. Два. Вам нужно разграничить ответственность свою и его. То есть, если он это делает, если он оскорбляет, критикует и так далее, то он это делает, потому что так хочет он. А вас это задевает по совсем другой причине, которая с ним, с мужчиной с этим, вероятно, и не связана. Вы говорите, что уйти от него вы не можете. Хорошо. Я допускаю, что сейчас у вас нет средств от него уйти. Не только финансовых, но вообще нет средств от него уйти. Именно потому, что вы реагируете на него. Именно потому, что он может довести вас до слёз. Именно потому, что вас это трогает, и именно потому, что вы живёте в людях, и что где-то в глубине души он там что-то понимает, вы не можете от него уйти. Я не думаю, что могут быть какие-то обстоятельства, которые позволят вам от него уйти. Практика показывает, что у человека либо есть средство, возможность внутри себя, сила, воля уйти, либо нет. И если воля есть, то человек уходит. Если воли нет, то человек не уходит. И вы правы в том, что нельзя просто сказать, уходите от него. Может быть, вы не можете уйти. Вы бы рады, но не можете. Что-то держит вас. И это что-то заключается в том, что вы реагируете на него слезами. То есть, ваша эмоция – это слёзы. Это интроекция. То есть, он вам что-то говорит, он вас критикует, вас это задевает. Когда вы мысленно представите себе либо этого мужчину, либо кого-то из значимых фигур в своей жизни, других родительских, например, которые поступали с вами подобным образом. И когда вы сказали себе мысленно, мужчине нет, ну или родителю нет, это ты говоришь, это твои слова, ты можешь это говорить, это твоё право, но это твои слова. Я здесь ни при чём. Вы перестанете качаться на эмоциональных каширах. Мужчина вас не бьёт, вроде как я понял, мужчина вас не толкает, мужчина вас физически не, ну, не принуждает как-либо к чему-либо и не причиняет вред физически. А это значит, что речь идёт только о словах. Но слова вас задевают, и задумка в том, почему они вас задевают. Понимаете? Можно подойти к тому, что мужчина, например, транслирует, опять же, то, что вам говорили ваши родители в детстве. Можно подойти, например, к тому, что вы сами не уверены в себе в том, в чём задевают вас слова мужчины. Так или иначе, это работа над собой. Это не уход от него в физическом плане, потому что уход от него в физическом плане вас не изменит. Вы останетесь такой же. Ведь если вы поменяетесь внутренне, станете более обособлены, более уверены, научитесь говорить «нет», то тогда, может быть, и уходить не придётся. От него. Вообще. Кто знает. Это первое. Второе. Вы говорите, что зависите от него финансово. Ну, зависимость финансово можно минимализировать, если вы сами начнёте работать. Далее. Вы говорите, этот человек просто издевается надо мной постоянно. Он может быть добрым, милым, мы можем отлично проводить время, но вдруг он может на совершенно ровном месте начать меня оскорблять, критиковать и рассказывать, как ему нехорошо со мной и так далее. Смотрите. Есть противоречия между тем, что вы пишите, что он постоянно надо мной издевается, и тем, что он может быть добрым и милым. То есть, человек уже не может постоянно над вами издеваться, если он может быть добрым и милым. Значит, здесь что? Либо какие-то вещи его раздражают, если он действительно тиран, то его раздражает всё. Ну, там можно отследить при желании, что именно его раздражает, и может стараться этого не делать. Но опять же, если говорить чисто о внешнем, да, о приспособлении, как говорится. Есть и другой момент, что если у человека резко меняется настроение, может быть, он болен. Я не знаю. Может быть, он болен. И если он болен, то это просто болезнь человека. Нельзя воспринимать всерьез. Это такой момент. И следующий момент. Когда человек кого-то оскорбляет, когда человек кого-то ругает, рассказывает что-то, он говорит не о нём, понимаете, он говорит о себе. То есть, всё, что люди говорят сами, негативного, не говорят о себе, о том, что их волнует. И то, что это происходит на ровном месте, оправдывает данную точку зрения, поддерживает её, подкрепляет. То есть, в мужчине постоянно есть негатив, в мужчине постоянно есть противоречие, в мужчине постоянно есть злость, которую он выплёскивает на вас. С какой целью? С целью довести вас до слёз. С какой целью? С целью, чтобы почувствовать себя значимым. Для него это единственный способ почувствовать себя значимым. Почему мужчина это делает? Потому что иначе он себя значимым не чувствует. Почему он стремится к значимости именно так? Только потому, что других способов добиться значимости он не знает. Ну, не научили его. Так что эти моменты важны. То есть, вам нужно мысленно человеку прямо проговорить или даже вслух. Что ты говоришь о себе. Всё, что ты говоришь, это всё о тебе, не обо мне. Я здесь ни при чём. Понимаете? Далее, конечно, можно говорить о личных границах. То есть, личные границы – это такая подушка безопасности между вами и другими людьми. И состоит эта подушка безопасности из внешних личных границ и внутренних личных границ. А личные границы внешние – это то, что приемлемо для вас и то, что неприемлемо при отношении к другим. Да? То есть, какой порог входа, например, в контакт с вами. Какой порог выхода из контакта с вами. То есть, это такая свободная, я бы даже сказал, светская грань, которая определяет то, как вы выстраиваете взаимодействие с другими людьми. Но понятно, что далеко не все уважают личные границы. И иногда они, вот как в случае с вашим мужчиной, их нарушают. Ладно понимать, что если человек нарушает ваши личные границы, и если вас это задевает на эмоциональном уровне, то ответственность целиком и полностью ваша. То есть, именно вас что-то задевает. Именно вам тяжело. Именно вы испытываете негатив. Это ответственность только ваша, и действовать нужно именно вам. То есть, понять, а почему меня, собственно, это задело? А из-за чего меня, собственно, это задело? А что, собственно, такого обидного? То есть, нужно взять ответственность на себя за то, что вам обидно, и подумать, откуда это и почему, собственно, обидно вообще. В большинстве случаев, человек может любую обиду компенсировать сам. Делать так, чтобы вас это не задевало. Вот. И второй аспект внутренних личных границ касается того, что если вы видите, что человек ведет себя по отношению к вам неадекватно. То есть не так, как вы считаете приемлемым для себя, вы просто делаете вид, что его нет. То есть вы просто не реагируете. Ну, по сути, да, как вы это делаете. Вот. Но. Одно дело, если вы не реагируете просто, сдерживая зло в себе, это рано или поздно взорвется. В виде слез, в виде всего остального. Вот. Другое дело, если вы не реагируете просто. Ну, просто понимая, что человек ведет себя неадекватно, сделать вы ничего не можете, надо просто переждать. Да? И все. Вот. Так что, обеспечение должно быть у не реагирования на поведение человека. Далее, вы пишите, если он видит, что он меня довел до слез, значит, он ликует. Что, прямо радуется? От того, что довел вас до слез или что? И прямо радуется. Ну, опять же. Вы связали свою жизнь с этим человеком. Я полагаю, не случайно у этого есть какие-то предпосылки свои собственные. Далее. Я думаю, что он такой важный, управляет жизнью другого человека. Тут непонятно. Вы думаете, что он такой важный, управляет жизнью другого человека. Это или вы как бы от него, от его лица это говорите. Ну, вообще, да. В принципе, вы правы. Он чувствует себя значимым. Об этом я говорил. Я знаю, что можно перестать реагировать на него. Ну, как? Откуда вы это знаете? Это первый вопрос. Второе. Значит, не надо писать что-то вроде, почему вы не можете уйти. Почему вы написали это? То есть, именно вот. Чем обусловлено? У вас же предложение. То есть, вам, вы уже консультировались, вам уже говорили на эту тему, на эту тему что-то или как? Если невозможно ничего сделать, чтобы не отдавать свою энергию, так и скажите. Но по теме, пожалуйста. Смотрите, вы, опять же, здесь противоречите себе. То есть, если вы говорите, что вы знаете, что можно перестать на него реагировать, а вот получается, что ваши знания, они, ну, стопроцентные. То есть, вы уверены в том, что можно на него реагировать перестать. Но при этом вы тут же говорите, что если невозможно ничего сделать, чтобы не отдавать свою энергию ему, так и скажите. То есть, вы, по сути, здесь высказываете сомнения в своей же точке зрения. Что говорит о вашей неуверенности в себе, что, в свою очередь, говорит о том, что вы себя до конца не принимаете. То есть, есть в вас что-то, что вы себе не можете принять. И вы этот, скорее всего, закрываете, стараетесь это оккупировать именно таким вот поведением. Что-то вы себе не принимаете, нужно отыскать и изменить ваше представление об этом. Когда вы будете себя принимать полностью, вы сможете полностью принимать другого человека без вреда для себя. Потому что, если подобная позиция, если подобное поведение проявляется у вас везде, не только с мужчиной, но и везде, но самое главное, конечно, с ним, то я не удивлен, что он вас доводит до слез, потому что он знает, что вы в себе не уверены. То есть, у вас нет какой-то четкой единой позиции. Если вы говорите, что я знаю, что можно перестать реагировать на него, то я знаю. Если я сомневаюсь, то я сомневаюсь. Еще в вашем тексте читается, ну, некая такая, знаете, ну, агрессия, может быть, небольшая на экспертов. То есть, видимо, вам помогали, но помогали неэффективно, из-за этого вы находитесь в довольно настороженном состоянии по отношению к ответам. Либо вы очень злитесь на себя за то, что оказались в этой ситуации, сами стыдитесь того, что не можете уйти, и из-за этого проектируете свою злость уже на нас, на других людей. Надо сказать, что здесь ничего, как бы, постыдного нет. То есть, если ваша жизнь складывалась так, что для вас стало возможным награждение в такого рода отношениях, значит, для вас это естественно. И стыдно, вот здесь нет ничего. Но если вам это не нравится, то все можно исправить, при желании. Опять же говорю, не обязательно для этого уходить от мужа. То есть, именно уход от мужа вам ничего не даст. Вы-то останетесь такой, ну, вот, какая вы есть. И даже если, ну, этот муж у вас уйдет, например, да, то есть, даже если этого мужа не будет, то обязательно будет кто-нибудь другой, другой мужчины, который, может быть, так же будет с вами себя вести, если вы себе ничего не измените. Поэтому я полагаю, что вот то, что вы говорите, да, что не надо писать мне, чтобы я уходил от него, я полагаю, что это ваше собственное желание. Сильное желание, мощное желание. Но оно, опять же, оно наиболее простое, оно и наиболее достижимое с практической точки зрения. Да, то есть, просто нужно взять, что-то сделать. Ну, в теории вы можете взять кредит, там, уйти и так далее. Но это ничего не решает, по сути. Вопреки расхожему мнению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.